Сегодня 7 марта, четверг. Смотрите добровыпуск новостей телеканала АСА. Самый улыбчивый день в году. Такие разные поздравления для милых дам, от которых радостно на душе и сердце. Наша землячка Елена Лебедева создает невесомых и миниатюрных кукол из ваты. Если держать эти его игрушки в руках, такое ощущение, что они оживают. Познакомились с автором и узнали историю ватных чудес. Ачинцы стали героями конкурса «Поступок года». Знакомим с земляками, которыми гордимся. Погода приготовила свои подарки на длинные выходные. А еще есть программа для культурно-спортивного досуга. Теперь стоят в одном строю и русские вурят. За жёлт стоят за матерей погибших за ребят. За жёлт стоят за матерей погибших за ребят. Участницы ансамбля «Россияночки» с песнями шьют теплые вещи для наших земляков. Заказ получили на 100 флисовых костюмов защитного цвета. Работать сюда в мастерскую при Доме ветеранов приходят между концертами и репетициями. Есть и профессиональные швеи, есть любительницы. А кто-то и на дом берёт, чтобы успеть к следующей отправке. На четверть план уже выполнили. Это курточка. Вот будет. Сейчас вот карманчики пришила. Сейчас вот сверху. Сверху вот этот вот воротничок. Сюда пришьём. Здесь вот у нас молния. Всё. Две машинки. У нас агролог и машинка. Девочки вот так вот. Кто, что. Один одно делает, другое другое. Ну а как не помочь нашим мальчишкам? А здесь я с ансамблем вместе. Сказали помочь. Значит, надо помочь. Я помогаю нашим ребятам, которые воюют. Одеть надо её потеплее. Мы вот нашили. Вот посмотрите. Значит, здесь куртки, здесь брюки. Получается, вот сейчас мы намотали два матка, получается 25 комплектов. То есть 25 брюк, 25 курточек. Наши мальчишки. Так россияночки говорят и про своих сыновей, и внуков, и про незнакомых парней, для кого с любовью и старанием шьют костюмы. Сын Надежды Валетовой в декабре получил серьёзное ранение и сейчас лежит в госпитале. Славочка, тебе привет большой от мамы. Поправляйся, будь здоровенький и защищай нашу родину. Внук Людмилы Жолобовой ушёл на спецоперацию сразу после срочной службы. Родным рассказал про трубовую вахту. Уже потом они узнали, что парень на СВО. Баба Люда, говорит, молится за внука и за всех воинов. Всё, слава Богу, всё нормально там. И всем мальчишкам желаю, чтобы вернулись все с победою оттуда. Здоровья, Божьей помощи им. Мы за них молимся, мы за них просим. Боженьку, чтобы их уберёг от этих мин, от злых врагов наших. Ну а своему внуку я тоже передаю привет. Жолобу Виктору, Витенька, тебя ждём, любим. С победой возвращайся. В Ачинске работают 10 пунктов помощи СВО. Адреса и телефоны волонтёрских организаций вы видите на экране. Вставай за Родину, страной огромною. Вставай, как деды в 41-м под Москвой. С фашистской разной нечистью за наше, за Отечество. За землю нашей Родины дадим и смертный бой. Двое полицейских и студент. Ачинцы стали победителями конкурса общественного признания «Поступок года». Награды героям накануне вручили в Краевом УВД. 17-летний студент Ачинского техникума нефти и газа Никита Иванов летом прошлого года помог предотвратить мошенничество в отношении 88-летней пенсионерки. Он отказался выполнять задания дистанционных аферистов, которые даже угрозами заставляли забрать у старушки пакет с деньгами и перевести их на указанный счёт. Вместо этого Никита сообщил в полицию. Так жительница Ачинска сохранила почти полмиллиона рублей. А эти ребята-напарники уже не раз становятся героями-спасителями. Старший сержант полиции Иван Девятов и сержант полиции Максим Щенников прошлой осенью вытащили мужчину из подрухнувшей кровли. Ветхий барак на 40 лет в ЛКСМ несколько раз горел, но в полуразрушенное здание всё равно тянуло посторонних личностей. Во время дежурства экипаж ППС получил сообщение, что под завалами может находиться человек. Иван Девятов и Максим Щенников прибыли на место и вместе со спасателями нашли пострадавшего, которому понадобилась помощь медиков. Ранее эти же ребята участвовали в спасательной операции по вызволению двух собак из запертой квартиры. Их хозяйку задержали, а пёсики несколько дней провели без воды и еды. Также экипаж спас раненую косулю, которая забежала на пришкольный двор на стройке. Парни соорудили носилки из подручных средств и доставили заблудившуюся козочку в ветклинику. После её выпустили в естественную среду обитания. Награды жителям края, которые помогли предотвратить преступления или оказали содействие правоохранителям, а также отличившимся сотрудникам, вручают каждый год. Большое вам счастье. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо огромное. Полицейские поздравили Ачинок с весенним праздником. Участковые прошли с цветами по своим участкам. Женщинам они рассказали, как не стать жертвой мошенников и уберечь себя от заманчивых предложений злоумышленников. Особое внимание было уделено пенсионерам. Кроме того, всем Ачинкам полицейские дарили цветы и тепло поздравили с 8 марта. Сотрудники транспортной полиции тоже поздравляют женщин с праздником. Так в Ачинске, Красноярске, Томске, Омске, Новосибирске, Барнауле и Кемерове сотрудники линейных отделов полиции поздравили женщин-железнодорожниц, для которых купе поезда – второй дом. Разрешите вас поздравить с наступающим 8 марта. Желаем вам крепкого здоровья, успеха в работе и благополучия в семье. Спасибо вам и спасибо за вашу работу. Главный весенний праздник проводницы и начальники поездных бригад встретят в пути по просторам России. На железнодорожных станциях Сибири транспортные полицейские преподносят им цветы и искренние поздравления и пожелания. А вот автолюбители из сообщества «Автодвиж» устроили праздничный флешмоб. Накануне самого женственного дня активисты в дружеской атмосфере под музыку, с играми и конкурсами выстроили из автомобилей и водителей надпись «8 марта». Вот такие разные, но абсолютно искренние поздравления от мужчин всем прекрасным жительницам нашего города. С наступающим! Словно актеры на маленькой сцене появляются миниатюрные музыканты, герои мультфильмов и сказочные персонажи. Почти все куклы размером со спичечный коробок и почти невесомые, потому что это ватные человечки. Если держать эти его игрушки в руках, такое ощущение, что они оживают у тебя. Автор Елена Лебедева по профессии медик. Говорит, в хобби у мастера такая же ответственность, как и в медицине. Своих кукол Елена называет детьми. И ведут они себя так же. Бывают послушные и рождаются буквально за несколько часов. А некоторые капризничают. На них уходит по несколько дней. Кусок ваты, проволока, клейстер и краски. Под умелыми руками из этого рождается кукла. Елена говорит, самая первая девочка с книжкой. До сих пор хранится у нее дома. Моя подруга принесла мне своих детей. И я сначала сказала, нет, у меня не получится. Ты что? У тебя получится. Ты посмотри, что ты делаешь. И вот когда я делаю очередного ребенка, я ответственна за него. Вот это вот мне дала медицина в изготовлении ватной куклы. Человечков из ваты Елена Лебедева мастерит уже третий год. В ее коллекции больше ста работ. Мастерить кукол ей помогает и семья, сын и муж. Такое творчество, по словам Елены, работает как арт-терапия. За 4-5 часов за таким занятием она получает заряд для жизни. И каждый маленький человечек рассказывает свою историю этому миру. Выставка «Ватные чудеса» будет работать в Ачинском краеведческом музее до середины мая. Иметь полезный лекарственный уголок у себя в районе – залог крепкого здоровья, прекрасного настроения. А еще это экономия времени и денег. Особенно для тех, кто получает льготные препараты. О плюсах аптеки рядом с вашим домом смотрите и запоминайте. Крупная аптечная сеть продолжает расширяться. Ранее в Ачинске появился аптечный центр, затем еще несколько аптек в привокзальном и в центре города. А в этом году в городе стало еще на две аптеки этой сети больше. Открытие аптек – особая радость для льготников. Ведь теперь и мне придется ехать в другую часть города, чтобы получить лекарства по рецептам. Открытию Ачинцы очень рады. Очень даже удобно теперь стало. Я здесь живу, в этом микроэйоне. Не надо ходить далеко. Здесь рядышком зашел, все тебе объяснили. Какой лекарство, от чего. Раньше я ходила на стройку, так что я очень даже довольна. У нас здесь открылась аптека. Новые аптеки работают с федеральными и региональными льготниками и предлагают своим посетителям большой выбор лекарственных препаратов, известных производителей и собственного производства. В сети отмечают, что расширение продолжается. По просьбам жителей города Ачинска мы открыли дополнительные две аптеки по адресам 5 микрорайон, дом 37, и 4 микрорайон, дом 14. В преддверии 8 марта хотелось бы поздравить всех женщин города с праздником, пожелать им здоровья, пожелать семейного благополучия, семейного счастья. Мы всегда рады вас видеть в наших аптеках. Сегодня в Ачинске и Ачинском районе работают уже 20 аптек и аптечных пунктов этой сети. И в каждой из них опытные фармацевты помогут вам подобрать лекарства и подскажут, каким аналогичным препаратом его заменить. Аптечная сеть губернской аптеки – это большой спектр услуг от розничной торговли, дольготного обеспечения, лекарственные препараты, лечебная косметика, ортопедические товары, медицинская техника и многое другое. Здесь же вы найдете здоровые и полезные подарки к праздникам. Аптечная сеть губернской аптеки всегда рядом с вами и с заботой о вашем здоровье. Привет, я Вячеслав Добрынин, а это вот группа «Доктор Шлягер». Я вас приглашаю на выступление группы «Доктор Шлягер». Это мой проект. 11 марта в ГДК группа «Доктор Шлягер». Не знаете, что подарить любимой к 8 марта? Губернские аптеки помогут. До 10 марта скидки до 50% на лекарственные препараты, витамины, косметику, оптику, медицинскую технику и многое другое. Аптечная сеть губернской аптеки. Мы поможем вам выбрать и составить лучшие подарки для ваших близких. У нас в медельных салонах КМК все просто. Пришел, увидел и купил. А еще получить скидку 20% проще простого. КМК. Всегда удобно. Трамвай желаний для большой и маленькой компании. Детский праздник, корпоратив, романтический вечер или семейное торжество вы можете заказать в трамвае желаний. А еще его можно арендовать для экскурсий. Устройте себе, коллегам и друзьям необычный праздник. Подробности и бронирование по телефону 72150. Интернет и телевидение от компании «Синт» в Ачинском районе. Скорость доступа в интернет от 50 мегабит в секунду. Более 100 ТВ каналов. Город Ачинск. Микрорайон 1 строение 55А. Дройб 2. Телефон 56-00. В ООО «Торговый дом сельские зори» требуется грузчик. Заработная плата 50 тысяч рублей. Телефон для справок. 8-923-571-11-88. В МУП «АГЭТ» трамвайное управление требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер тяговой подстанции, кондуктор, водитель трамвая, монтер пути, станочник широкого профиля, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, водитель автомобиля категории «Д», механик, медицинская сестра. Обращаться по телефону 72150. Как сердце красавиц, которое склонно к переменам, будет и погода на мартовские праздники. 8 марта, Международный женский день, если верить прогнозу синоптиков, окажется самым холодным. Небо будет пасмурным и облачным, возможен даже мокрый снег и легкий ветер. В субботу немного прояснится, поэтому и на улице потеплеет, осадков тоже не будет. И воскресенье завершит трехдневное празднование плюсовым рекордом недели. Термометры покажут плюс 4, а на солнце еще выше. Ветер возьмет передышку, наступит полный штиль. Ночные температуры пока еще держатся на уверенном минусе. В праздничные ночи будет 8-10 градусов ниже нуля. Короткая рабочая неделя подошла к концу и снова впереди три выходных. Если вы еще не придумали, чем заняться в праздники, даем вам несколько подсказок. Рубрика Афиша. Начнем с мероприятий, которые будут полезны тем, кто засиделся в офисе или дома. И пора размять косточки. В субботу и воскресенье каток «Звездный» ждет всех желающих на массовые катания. Покататься на коньках под веселую музыку и при комфортной температуре можно будет с 16.00 1 час и с 17.00 22 час. Работает пункт проката, но можно и со своим инвентарем. А еще не забудьте дома хорошее настроение. Еще один хороший способ снять стресс и отвести душу – это плавание. В городе устроить заплыв можно в Нептуне, а вот для жителей Привокзального ближе локомотив. О времени сеансов и подробности уточняйте по телефону на экране. Если вам наскучил город и душа просится на природу, то отправляйтесь на Айдашки. Там можно прокатиться на лыжах и коньках или просто прогуляться по сосновому лесу. Есть прокат, вход на территорию платный, но чисто символический. Справки по телефону на экране. Мужчины, не знаете, что подарить любимой? Подарите ей билет в Ачинский драмтеатр. 8 и 9 марта можно будет посмеяться от души на комедии в двух действиях «Дуры мы дуры». А в воскресенье 10 марта актеры театра представят семейный фарс «Моя жена Угунья». Подробности можно узнать по телефону на экране. 10 марта в воскресенье можно отправиться в село Сухобуземское, что недалеко от Красноярска. Там с 10 утра до 16.00 будут встречать Масленицу и традиционно брать Снежный городок. Это зрелищное мероприятие проходит ежегодно и собирает массу гостей. Но это еще не все. Организаторы подготовили различные мастер-классы, экскурсии, концерты, ярмарки, конкурсы и игры. А также, если погода позволит, народные катания на санях и собачьих упряжках. Как провести выходные? Каждый выбирает сам. Мы лишь даем подсказки. Главное, чтобы отдых приносил удовольствие. Усиленные патрули ГИБДД будут работать на длинных выходных. Массовые рейды пройдут на дорогах города и района. Пока очинцы будут усиленно отдыхать в честь 8 марта, инспекторы будут ловить нарушителей. Все дни у дорожных полицейских расписаны по графику. В пятницу под прицелом пешеходные переходы. Как водители и пешие участники соблюдают правила движения? В субботу на загородные трассы выезжает скрытый патруль. Наряд ДПС в гражданском авто проводит рейд встреч на полосах. А в вечернее и ночное время в праздничные выходные ГИБДД устраивает облаву на синих водителей. Напомним, по статистике краевого ГИБДД большинство аварий совершаются пьяными гонщиками. Они чаще становятся и виновниками ДТП с пострадавшими и погибшими. В рубрике «Справочник» дадим ответы по установке мусорных контейнеров. Разъяснения подготовили в Роспотребнадзоре. На каком расстоянии должны располагаться площадки для сбора твердых коммунальных отходов? Контейнерные площадки должны быть расположены на расстоянии не менее 20 и не более 100 метров до многоквартирных и индивидуальных жилых домов, детских и спортивных площадок, школ, детских садов и других образовательных и досуговых организаций. Как должны быть оборудованы места для сбора мусора? Согласно санитарным правилам, контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое, асфальтовое, бетонное, покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждения, чтобы мусор не разлетался на ближайшую территорию. Кто отвечает за содержание контейнерной площадки? За порядок на площадке по сбору ТКО отвечают управляющие компании и администрация. В случае, если мусор рассыпался при погрузке в мусоровоз, убрать его должны сотрудники регионального оператора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok